На этих кадрах ребята из 14-й школы Иркутска преодолевают полосу препятствий. В неё входит надевание экипировки, тушение горящего поддона, разворачивание пожарного рукава. Всё это нужно было сделать за минимальное количество времени. Участники этой команды справились за 3 минуты 15 секунд. Результат хоть и не лучший, однако в других этапах соревнований ребята проявили себя с большим успехом. За что были удостоены первого места в областном слёте пожарных дружин. Вообще мы ехали за победой и за новым опытом, но больше всего, я люблю больше всего этап, это эстафета, потому что там как-то больше напряжения, больше эмоций выдаётся. Сегодня уже по возвращении домой ребята вместе с наставниками работают над ошибками, которые всё же были при выполнении некоторых заданий на слёте. Для участия в нём в Байкальск приехали 54 школьные команды со всей Иркутской области. Это более 200 школьников из 20 муниципалитетов при Ангаре. В течение трёх дней они показывали своё мастерство и профессионализм в области пожарно-прикладного спорта. И, как показывает практика, лучшие ребята связывают свою жизнь с профессией. По статистике, те ребята, которые прошли школу дружин юных пожарных, в большинстве случаев идут работать спасатели. Это МЧС, это полиция. Они приходят к нам, мы потом с ними сотрудничаем в точности так же, как когда-то мы сотрудничали с другими людьми. Кураторы ребят из пожарной дружины 14-й школы поздравляют их с заслуженной победой. Ещё одна иркутская команда из 4-й школы была удостоена третьего места. Грамоты займут почётное место в кабинетах, а ребята тем временем будут улучшать свои показатели и готовиться к новому сезону. Евгения Власюк, Николай Тикалов, Николай Крупченко. Новости СЕЙЧАС.